Всем привет, друзья! Меня зовут Мэри Грин, и это... А! Веганская середа на канале MeloTaste. Сегодня мы приготовим потрясающий мясной холодец, сваренный на свиных косточках. Так, нам понадобится... Шутка, друзья! С первым апреля вас! И в честь такого замечательного праздника мы предлагаем вам проверить свои познания в кулинарии, отвечая на наши вопросы. Правильность ответов вы сможете проверить в конце и написать итог в комментариях. Лучшему мы присвоим звание MeloChef. Начинаем! Раз, два, три, погнали! На нашей кухне сегодня действительно будет холодец, но приготовим мы его исключительно из веганских продуктов. Красочный праздничный холодец из наваристого овощного бульона, соевого мяса и ярких овощей. Блюдо необычное для веганского стола, но и праздник не совсем формальный. Так почему бы не пошутить над своими друзьями или семьей и не приготовить такой клевый обед? Мы изучили все возможные альтернативы, чтобы не использовать агар-агар в нашем рецепте. Но, к сожалению, никакой другой заменитель не способен сделать настолько стабильное и плотное желе. Поэтому к нам возвращается наш старый друг агар-агар, но его мы будем использовать в самом конце. А в самом начале замочим соевое мясо, так как холодец это все-таки мясное блюдо. Он готовится и с куриной кожи, и с свиных костей. Подсчет правильных ответов стартует прямо сейчас, так что начинайте писать! В глубокую миску, где у нас лежит соя, зальем кипяток и оставим настаиваться все это дело на 20 минут. В веганском кулинарном шоу, как вы понимаете, мясной бульон автоматически превращается в бульон из овощей. Именно вкус бульона будет ощущаться во рту, когда мы будем наслаждаться этим блюдом. Поэтому, если ваш бульон получится пресным, большое удовольствие от холодца вы, скорее всего, не получите. Наливаем в кастрюльку 50 мл воды. Лучше всего использовать фильтрованную, чтобы там не оставалось никаких тяжелых металлов. Не дай бог, конечно. Но для города актуальнее всего хлорка. Хотя, наверное, существует пустая вода без содержания солей и минералов. Или такой не бывает? Кидаем в кастрюлю два зубчика хищенного чеснока. Кстати, чеснок изначально выращивался в Индии, а завезли его туда арийцы. На тот момент для всех был известен всего один сорт чеснока, а сейчас аж целых 28. Лично я разбиралась раньше в чесноке очень по-обывательски. Идеально белый чеснок, китайский и, скорее всего, химический. А со шлейфом длинной развалившейся шелухи наш местный. Но, оказывается, каждый сорт чеснока имеет свой уникальный оттенок вкуса. Некоторые довольно мягкие и совсем не острые. Их используют для консервации. Другие, наоборот, отдают очень терпким ароматом и невероятно острым вкусом. Бывает еще нечто среднее, с легкой сладостью. Комсомолец, миссидор, добрыня. Угадайте, какой из этих чесноков самый острый? Ответы на все наши вопросы вы сможете увидеть в конце видео, а также сможете себя проверить. Насыщенность бульона определяют специи. Как и в любом супе, нам пригодится лаврушка. Или лавровый лист, или лист благородного лавра. Самая уважительная форма обращения к этой пряности. Смело кидаем в кастрюлю два или три крупных листочка. Ой, забыла вам рассказать. Сегодня в кулинарное шоу мы пригласили почетного гостя. Имя которого звучит величественно и почтительно. Он будет принимать участие в нашей специальной рубрике. Внимание, встречайте! Нистер Листер Благородный Лавр. В вашей любимой рубрике «Симфония специй». Среди вечно зеленых деревьев мы можем похвастаться максимум соснами. А вот в странах Закавказья и Малой Азии растут необычайно ароматные деревья и кустарники. Одно такое деревце лавра способно пережить любого человека. Потому что минимальный срок его жизни – 100 лет, а вот максимальный – 400. Все части дерева содержат в себе эфирное масло, которое часто используется в косметологии и медицине. Листья и веточки лавра раньше считались символом победы, славы и величия. Отсюда и пошло выражение «почивать на лаврах». Сейчас же его применение довольно примитивное, зато широкоизвестное. Ни одна консервация не обойдется без листочков лавра. Хотя на некоторых кубках до сих пор можно увидеть выгробированные лавровые венки. Былая слава дает о себе знать. Это вам не хухры-мухры. Положили лавровый лист в суп – все, стали победителем. Теперь нужно гордо, гордо подносить ложку с супом к рту. Те, кто еще надеялись, если в тарелки попадется лавровый листик, никакого письма вы не получите. В сказке все это. Да? А кто готовил пельмешки для по и лазанью для Гарфилда? Так это же не я была, это ты. Да уж. Ладно, продолжим. Красный лук немного подсластит наш бульон. Разрезаем луковицу пополам. Этого количества нам хватит сполна. Вот лук – один из тех продуктов, в котором шелуху можно варить в кипятке, а потом есть. Или это не так? В одном из прошлых видео есть ответ на этот вопрос. Ой, а как же кориандр? Все блюда в конце съемок с добавлением кориандра улетают у нас за обе щеки. Так что в этом холодце я не сомневаюсь. Кидаем в кастрюлю пол чайной ложки семян кориандра, а также по пол чайной ложки душистого перца и обычного черного, не молотого, а цельного, тот, что горошком. Ребят, ребят, у нас же на канале вышел огромный выпуск про перец. Там Маша рассказывает, почему нужно класть в бульон именно перец горошком. Обязательно посмотрите и подпишитесь на наш канал. И еще чуть-чуть, и такими темпами наш холодец превратится в какую-нибудь консервацию. Все специи, как в бабушкиных маринованных огурчиках. Ой, вот сказала, и так захотелось прям. Мы совсем недавно загорелись идеей о том, чтобы на кухне Балл Тейст снять заготовки к зиме. Давайте наберем 468 лайков и выпустим такое видео. А в комментариях можете написать, что душе угодно. Соленые огурчики, маринованные помидорчики, баклажанная икра, лечо. Включаем плиту под кастрюлькой с будущим бульоном. И нам останется всего один небольшой компонент. Одна чайная ложка соли. А дальше смотрите по вкусу, может вы захотите добавить больше. 15-20 минут уйдут на варку бульона. И соя за это время как раз размякнет и набухнет. Но это еще далеко не все. Холодец внутри будет состоять из готовых вареных овощей. Лучше всего для этого подойдет кукуруза, морковка и болгарский перец. Вот его мы будем использовать сырым. Мы сделаем небольшую хитрость. Кому сейчас охота ставить отдельную кастрюльку для того, чтобы варить морковь? Правильно, никому. Поэтому мы добавим ее сразу в бульон. Для начала быстро их очистим, чтобы потом осталось лишь нарезать. Кстати, раньше в природе морковь существовала только фиолетового цвета. Или я ошибаюсь? С кукурузой еще проще. Тут три варианта. Два из них уровня первоклассник, а третий это как отсидеть 11 лет. Можно купить консервированную кукурузу в банках и не париться. Ой, кстати, тот, кого нельзя называть, очень любит добавлять ее в пиццу. Именно поэтому мы в нашем рецепте использовали консервированную кукурузу. Смотрите рецепт по подсказке. Второй вариант это наш сегодняшний случай. Купить вареную кукурузу в упаковке и просто срезать зернышки. Ставим ее в упор на дно тарелки и сверху вниз срезаем зернышки по всей длине. Она срезается пластами, поэтому потом отдельно нужно будет разделить зернышки пальцами. А самый долгий вариант это покупать свежую кукурузу, чтобы минут 50 варить ее в кастрюле. Да, так, конечно, получается вкуснее, например, если делать кукурузный суп. А для холодца вполне себе подойдет уже готовая. У холодца будет идеальная форма, если мы зальем бульон в пищевой контейнер. На самое дно выкладываем кукурузу. Кстати, попкорн можно использовать в тех же целях, что и пенопласт. Раньше наверняка так делали. Или нет? Сверху можно посыпать порубленной зеленью. Для этих целей мы выбрали стандартное сочетание укропа и петрушки. Меленько нарезаем наш небольшой витаминизированный пучок. Если во время нарезки вы будете плотно прижимать левую часть лезвия к указательному пальцу, то никогда не порежетесь, и нарезка зелени пойдет в разы быстрее. Высыпаем ее на кукурузку, разравнивая ровным слоем по всей поверхности. Я раньше не любила кушать болгарский перец из-за его ярко выраженного вкуса. Но это больше относилось к зеленым салатам. В холодце же болгарский перец списывается как влитой, как будто был рожден для этого блюда. Болгарский перец в Европу, кстати, тоже привез Кристофор Колумб. Он очень многое сделал для Европы в свое время, когда открыл Америку. Жаль, что вся земля сейчас уже изучена, и мы не наткнемся на какую-нибудь никому неизвестную страну со своими новыми овощами и фруктами. Вся наука стремится в космос, надеясь найти разумную жизнь там. А как вы считаете, она там есть? Может, инопланетяне тоже веганы? Завезут нам новый сорт неоновых огурцов? Бульончик получился наваристый на овощных костях-то, а? Вилочкой достаем морковь и процеживаем бульон, чтобы осталась чистая овощная водичка без цельных овощей. Пускай он еще немного подождет свой черед, а мы в это время нарежем морковь на кружочки. Кружочки моркови по толщине должны быть около 5 мм. Я вот сейчас так подумала, если бы инопланетяне попали на нашу землю и попробовали нашу еду, особенно ту, что мы готовим в Бэвл Тейст. Они бы поставили нам лайк? Я думаю, что да. Мы же такие офигенные. Может быть, вы тоже не поленитесь и кликните на две кнопочки. Одна из них выглядит как большой палец, поднятый вверх, а на второй написано «ПОДПИСАТЬСЯ». Морковь мы выложили по краям контейнера. А следующим шагом выливаем воду из сои или вытаскиваем сою из воды. Ее можно замариновать в соевом соусе по желанию, но я уверена, что так, как сделаем мы, получится просто бесподобно. Сейчас мы разделим сою на волокна, но для начала замочим агар-агар в холодной воде. Только не ошибитесь с пропорциями, а то холодец превратится в жиденький овощной джем. 7 грамм на 500 мл воды. 7 грамм – это где-то 4 столовые ложки. В небольшую мисочку высыпаем порошок и доливаем совсем чуть-чуть холодной воды. Перемешиваем, чтобы разбить все комочки и оставляем до полного растворения. Как правило, это около 10 минут. В разрезе холодец может быть немного похож на вареную курицу. Это мы сейчас говорим именно про слой с соевым мясом. Мы разрываем сою на небольшие волокна и добавляем сюда 1 чайную ложку оливкового масла и совсем немного соли. Почему нельзя положить целиком? Ну, во-первых, будет удобнее жевать, а во-вторых, и вправду будет больше похоже на холодец. Хотя, как я могу об этом заявлять? Честно говоря, только тихо, по секрету вам скажу. Я настоящий холодец никогда не пробовала, поэтому вы должны мне помочь. Посмотрите в описании, там есть ингредиенты. Приготовьте, попробуйте и напишите, похож на настоящий холодец или нет. А то вдруг у нас рецепт обычного желе овощного получится. Разделенную на оболок на сою выкладываем сверху на слой с перцем и морковью, ровненько распределяя, так как это наш последний слой из самой начинки. Все. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний шаг, он самый быстрый. Вливаем мы в бульон водицу и ждем, когда начнет кипеть. А для тех, кто не понял моего странного рифмоплёдства, поясню. Мы добавляем в овощной бульон замоченный агар-агар и ждем, пока он закипит, чтобы потом проварить еще 3 минутки для активации творца любого веганского желе. После того, как агар 3 минуты проварился в закипевшем бульоне, можно выливать его в контейнер. Час настал, агар устал. Устал вариться, мы имеем в виду. Красотища, а не холодец. В холодильнике его уже готовы встречать, как почетного гостя. Там ему придется оставаться до полного застывания на час или чуть больше. Пойду отнесу и пока что заварю себе чаек, чтобы рассказать вам правильные ответы на наши вопросы из этого видео. Я вернулась вместе с имбирным чаем. Как вы помните, он лучше влияет на активизацию мозга, чем кофе. Итак, поехали. Вопрос номер один. Холодец готовится на костях или на куриной коже? Этот вопрос был с сильным подвохом. Холодец готовится на овощном бульоне. Вы что, забыли? Мы с вами в веганском кулинарном шоу. Тут курочки и цыплята заглядывают только на Пасху. Кстати, мы серьезно. Ждите от нас цыпленочков в пасхальном видео. Вопрос номер два. Бывает ли вода без содержания солей и минералов? Да, бывает. Как правило, это дистиллированная вода. Вокруг нее ходит много споров. Кто-то говорит, что она мертвая и пить ее никак нельзя. А кто-то, наоборот, заявляет, что это единственная полезная для нашего тела вода. Давайте обсудим этот вопрос в комментариях. Вопрос номер три. Добрыня Миссидор Комсомолец. Какой из этих сортов самый острый чеснок? По названию можно было догадаться. И даже не гуглить, как вы это сделали. Да-да, мы все знаем. Мы за вами следим. Самый острый сорт чеснока Комсомолец. Ядрененький такой. Вопрос номер четыре. Можно ли есть шелуху от лука после варки ее в кипятке? Ну, конечно, нет. Это же шелуха. Да, бульон из нее получается насыщеннее по цвету. Но съедобнее она от этого не становится. Вопрос номер пять. Раньше в природе существовала морковь только фиолетового цвета. Правда ли это? Да, это именно так. Раньше она произрастала, как дикое растение. А оранжевую выбили в Нидерландах и привезли нам. И последний вопрос номер шесть. Попкорн можно использовать в качестве пенопласта. Вы сомневались в ответе? А раньше попкорн действительно заменял пенопласт. Потом, видимо, голодные рабочие попробовали стройматериал на зуб, оказалось вкусно и стали есть. Главное, чтобы сейчас такое не произошло с нами. И мы не начали есть обои, побелку, клей или линолеум. Последняя, кстати, реально невкусная. Шутка. Все. Мы вас заболтали. Да и сами себя тоже. Как раз пришло время доставать холодец из холодильника. Ставим на форму плоскую тарелку и переворачиваем их вверх тормашками вместе. Поднимаем форму наверх. Если холодец не выходит, можно немного постучать по дну контейнера. Вот он, красавец, холодец, молодец. Отрезаем два кусочка и, как тыквенный кексик из прошлых видео, перекладываем на тарелку. Укладываем один ломтик на другой. Красивый листик петрушки сверху. И обед к первому апреля готов. Ура! Обычный холодец я не пробовала, но хоть веганский попробую. Ой, это же была секретная информация. Никому ни слова. Так, нужно скорее дегустировать, пока этот прекрасный холодец-молодец не ускользнул в рот нашему оператору. Вот не знаю, что за вкус у оригинального блюда. Кстати, детям оно в основном не нравится. Но вот этот холодец просто мега-молодец. Вкусный, словно леденец. Действительно, очень насыщенно, свежо, необычно. Я в восторге и нечего тут больше обсуждать. Нужно просто приготовить и точка. Точка. Друзья, пишите, сколько ответов из нашего Блиц-сопроса вы угадали правильно, чтобы мы в комментариях могли объявить мистера или миссис Мэллоу Тейст всезнайку. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте про наш источник мотивации и вдохновения. Ваши лайки, комментарии и подписки. Увидимся с вами в следующую среду. Стойте, 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 стойте. Подождите. Повернитесь-ка. Мне кажется, кажется или нет. У вас спина белая. Нет, точно белая. Продолжение следует.